Всем привет, друзья! Сегодня у нас курс обучения. Взлет-посадку мы проходили. Так, курс обучения. Основное управление танком. О, давайте на танках попробуем. Танк, поехали. Ссылочка на данную игру, на скачивание, на регистрацию будет под видео на канале. Скачивайте, регистрируйтесь. Так же в группе спинтайров ТР-51. Приветствуем на полигоне. Здесь вам предстоит научиться управлению танком. Такой у нас танк. Тут, по крайней мере, чем спинтайров, гусеницы работают, я так понимаю. Начните движение. Проследуйте по точкам маршрута к стрельбищу. Какой-то шустрый там. Нормально так чешет. Гусли тут, парни, рабочие. Ха-ха. Вау. И горова возить не надо. Приехали. Звук, конечно, из графона обалденный. В нижнем правом углу вы можете видеть мини-карту, на которой стрелкой изображен ваш танк, а иконками позиции союзников и противника. Ваш противник, в данном случае тренировочная мишень, обозначена красной иконкой. Иконки союзников синие. Подождите, пока башня танка... Переключитесь на вид от прицела. Так, шип, шип, шип. Вы можете использовать приближение, чтобы лучше видеть цель. Крестик в центре экрана показывает, куда попадет снаряд, когда вы выстрелите. Он становится красным, если текущие снаряды не могут пробить броню, желтым, если вероятность пробития есть, и зеленым, если снаряды легко пробьют броню. В зависимости от толщины брони вашей цели, крестик окрашивается в разные цвета. Один из лучших способов уничтожить танк — вывести из строя его экипаж. Наведите прицел на среднюю часть танка. Выстрелите по боевому отделению танка. Наряжай! Когда снаряд пробивает броню, в правом танк противника считается уничтоженным, если... Отлично! Если бы в этом танке был экипаж, ему бы сейчас пришлось не сладко. Переключитесь в вид от третьего лица. Второй, не менее действенный способ уничтожить, или как минимум обездвижить танк, — это уничтожить его двигатель. Наведите прицел на отмеченный танк. У большинства танков двигатель располагается в задней части. Наведите прицел на заднюю часть отмеченного танка. Переключитесь в вид от прицела и выстрелите по двигателю танка. При повреждении двигателя, боекомплекта или топливных баков, внутри танка может произойти взрыв или начаться пожар. Отличная работа! Теперь вам предстоит настоящее боевое задание — захватить и удержать стратегическую точку. Отмеченный маркер можно увидеть над точкой захвата. Белый цвет маркера означает, что точка нейтральна. Проследуйте к зоне захвата. Это... Проследуйте к зоне захвата. Ух-х-х. Продолжение следует... Чтобы захватить точку, вам нужно въехать внутрь зоны захвата. Границы зоны захвата очерчены белой линией на земле. Ваш танк достиг указанной точки, однако вы не сможете захватить зону, пока в ней находится вражеская техника. Отлично! Враг уничтожен, и теперь вы можете захватить зону. Дождитесь, когда маркер точки окрасится синим, и появится сообщение о том, что зона захвачена. Стой! Маркер зоны захвата окрасился синим. Это значит, что точка принадлежит вашей команде. Если бы точку захватил противник, маркер бы стал красным. Захват стратегических точек — один из основных способов победить в сражении. Когда одна из команд захватывает больше стратегических точек, чем другая, вражеская команда начинает терять очки. Победа наступает, когда вражеская команда теряет все очки. Поэтому старайтесь всегда держать стратегические точки под контролем. Отлично! Вы победили! Теперь вы настоящий танкист! Так что вот, ребята, скачивайте игру. Ссылочка на данную игру на регистрацию будет под видео на канале. Подписывайтесь на канал, группу. Всем удачки! Пока-пока!